Чао! Это видео пахнет как самоутверждение за счет школьников, и ваше обоняние вас не подвело. До сегодняшнего ролика я наказывал кого угодно и за что угодно. Оскорбления, какие-либо нарушения, массовые нарушения, ну вы помните. Но то, что я встретил сегодня, это просто что-то с чем-то. В этом ролике вам доведется познакомиться как с шизоидным дедом, так и с обиженным фанатом. Забыл предупредить тех, кто смотрит меня в противогазах, а также защитных костюмах. Ребят, можете на сегодня их снять. В этом ролике токсичность более чем умеренная, так что снимайте. Играл я на сервере Мухосранск, IP, группа и может быть промокод будут в описании. Ну что, Виталий Хельсинг сегодня у нас на осмотре сервера. Снова Мухосранск, если что, IP будет в описании, можете заходить. А я пока, тем временем, пойду в центр города. Все как и обычно, я должен пройти какое-то расстояние, прежде чем наткнуть на дебила. Парги, можешь нигде их дать, нигде их дать надо, немножко. У меня двадцатка, я смогу тебя дружить. Ну, если дадите денег, я вам дам дошек, ну сколько можете дать. А сколько нужно? Ну, в целом, мне надо еще 7 лямов на машину, ну сколько можно. Я тебе вряд ли этим помог очень сильно. Спасибо, спасибо. Не, 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 он сказал, сколько мне нужно. Я сказал, мне нужно 7 лямов, а так, дай мне сколько нужно. Нормально, губа не дура. А вы тоже в реальной жизни, будучи киллером, ищите своих нанимателей прямо в банке, в непосредственной близости как раз к той цели, которую вы хотите убить. А, нет? В смысле? Так вон, чел делает нормально все. Или может это я чего-то не понимаю? Давайте условимся на том, что это классический нон-РП. А теперь пойдем дальше. Я тебе сейчас будку расколочу. Что ты, блин? Что ты, блин? Иди отсюда, старый, поехавший. Электорат совсем ебнулся? Да, что-то вообще, вообще плохо. Поехал, глушусь. Сука, пенсия, иди сюда. Отдыхай, старьем. Вы что ты делаешь? Он хотел мэра убить. Он меня бьет, он в дом пенсионера бьет. Пенсионер, смотрите, пенсионер слегкает. Ну, я, соответственно, комитет, это... Помогите. В мое время таких сажали. Старый подлец. А вы же... На вас попал вот этот, а... Не молодой человек? Нет, он хотел, чтобы я заказал убийство мэра. Прямо тут об этом и заявлял. Давайте она... Что, что, что? Это неправда. Он бредит, по-моему. Он бредит, по-моему. Он бредит, по-моему. По-моему, нашли тюк. Молодой человек, а ты старый. Мне кажется, вот ты его надо выбрать. Ну, подожди, подожди, подожди. Докопаться? Ну, мы сейчас... Выполнена задача. Он сам до этого довел. Офенс, номер 3, 1, 15 минут. Это не такое сильное жесткое нарушение, так что пятнашка ему светит. Вы сейчас, наверное, будете немного недовольны, спросив, почему 15, а не 60 минут, я ему даю бан. Ну, а за что ему давать 60 минут? 60 минут это на целый час челу обрубить доступ к серваку, ну, чтобы он не мог нормально поиграть. Он не токсичный, он даже в какой-то степени такой позитивный персонаж. Он не нарушил кучу правил, за которые его стоило бы откидывать там на час и более. Он просто неаккуратно отыграл свою роль, в этом случае роль киллера. Ну, понимаешь, по общению я замечаю... Вы захотелось деда подставить? Да, деда подставили. Молодой человек, еще вопрос. Сейчас я вам наличный кейджер скид. Кельсинг, Артур? Как же ты заебал останавливать, скажете вы, а я хочу вам кое-что объяснить, скажу я. Это один из адекватных примеров, когда меня палят на каком-либо серваке. Чел спрашивает либо в ПМ, либо так, чтобы никто особо на это не обращал внимания. Ну, видите, никого вокруг нету, человек воспользовался случаем, подошел, завел диалог. Вот и все. А потом я его на серваке практически не встречал, с учетом того, что он все еще там играл. То есть он к этому как относится? Он приятно удивлен, конечно же. Да, он посидел, поговорил, пошел дальше заниматься своими делами, играть на этом серваке. Меня он больше не доставал. Ну, а теперь смотрите один из противоположных примеров. Мак, закрыли, теперь ты тут? Бургер ищешь, да? Выдайте лицензию кто-нибудь. Пожалуйста. Прогласуй за меня, я тебе выдам лицензию, если стану мэра. Сейчас мэра нету, убедились. Да, это слишком маленькая оплата. Тем более у тебя, кажется, нет шансов. А может и есть. Лицензию кто может выдать? Давай попробуем. Кто выдает лицензии, спрашивай. Ах-ах-ах. Сказать ему, чтобы он не знал. Лицензия нужна мне. Лицензия, говорю, нужна. А Собра, ты можешь выдавать лицензии. Выдай ему лицензию. Я тебя видео видел. Дайте лицензию. Хуик, поедем. Виталя, поедите. Давай, едем. Лицензию может кто-нибудь выдать? Чего вы за лупу чешите, ребят? Так я тебе могу пистолет дать, ты можешь убить его. Не, мне лицензия нужна. Что делает нормальный человек, когда встречает другого человека, которого он смотрит? Нет, он не просто забивает на его присутствие, он начинает его заебывать. Так делают все нормальные люди. Вы этого не понимаете, мы с вами на разных уровнях. Но типа чела открыто проигнорили несколько раз, когда он обращался ко мне. Я, конечно же, могу докопаться до метагейминга, но оно мне нужно. Я просто пришел за лицензией, чтобы пойти дальше посидеть на квартире. Но нет, оставлять человека в покое и просто идти по своим делам, нахуй оно нужно. Я буду его докапывать всякими способами. Еще плюсом парочку правил нарушу, потому что, ну, надо же, наверное, еще попробовать в ролик попасть. Ну, поздравляю, ты попал, но в качестве дегенерата. Ну, че, доволен? Что вам, я хочу с мэром поговорить. Дайте лицензию мне. Короче, мы просто сделали ненормально, что ли. Откуда? Нормально. Можешь, короче, потом, квик, освободить, пожалуйста, диктор, диктор. Мне лицензия нужна. Я тебе назначена своего зама, если ты стоишь рядовой. Первый раз тебя вижу. Я в ютубе тебя видела, а вот так вот мне. Блин, это здорово, конечно. Извини, что я тебе мешаю видео записывать, но просто... Ну, я еще помешаю тебе, почему бы, да, блядь. Ну, я же извинился. Примерно так все думают. Кайфово видеть человека, которого смотришь. Кайфово видеть человека, которого смотришь. Ибо я даже... Я не знаю, меня могут за Сайгу за спиной арестовать? Пистолетом нет, но пистолет это можно объяснить, то, что я для самозащиты его ношу и мне как бы по боку. Ясу и Цензи, пистолет, самозащита и все такое. Это вот ему похер, у него целый боезапас, как в GTA. Арсенал пацан на спине таскает. Как у него позвоночник живет, я не понимаю. А этот ШИС... За мной идет, получается. Да, пиздец. И долго он будет так за мной ходить, я не знаю, блядь. Пиздец. Он просто вот уцепился за мной и все. Минтов не обслуживаю. Как он заебал меня уже бегать за мной. Кстати, Виталий, слышишь? Виталий, ты знаешь, как подкачать скиллы? Там кафталка есть. Там можно заработать. Я спою уже дважды. Первое, ННРП, за то, что он толкал в мэрии без особой причины. Просто потому, что, ну, хочется. Вы видели это сами. А второе, то, что, ну, он знает, как меня зовут. При этом со мной не общаясь. Я говорил всего лишь с ним два раза. Это было в самом начале, когда я отреагировал на его толкание без причины. Типа, ну, как вы себе это представляете? Вот, ты вот так вот толкаешься, вот так реагируешь на то, что я тебя толкаю. Значит, ты по-любому Виталия. Долбоебизм, господи. Твою мать, сука. Имя он знает мое. Я ничего не делаю причем. Я просто бегу. Он сам нарушает уже правила на ходу. Да, он отъебался вроде. Блядь. Я с ним не разговариваю все это время, ребят. С того момента, как я вышел с мэрии, я с ним не говорил. Он начал с нихера меня толкать. Потом называть по имени. Это же все правило нарушено на НРП. Кстати, мужики, я вот смотрю наверх, вот прям. Кстати, мне очень нравится этот надпись. Прям не могу, но влететься. Сейчас он опять сюда за мной поделил. Вот там люди, там движ какой-то, подпущение. Он за мной идет, за молчаливым телом. Что он еще, интересно, выкинет? Ну а хули? А почему бы и нет? Я же обезьяна с дефицитом внимания, мне же должны это простить. На холм это делаешь? Он кончен? Ты тоже. Садиться вы, идиоты, блядь. Я пытаюсь. Да сам ты идиот. Два придурка, блядь. Сам ты придурок. А что ты меня сразу обзадаваешь? Что-то я тебе что-то плохое сделал. А тебя как-то еще можно... Ну а что ты ко мне ставишь на флэш с аргументами тавер? Что я придурок? Сам ты придурок. А кто ты, если не придурок? Ну словами не раскидывайся, все. Словами не раскидывайся. А что ты мне сделаешь? Ты, блядь, застрял в доставщике Яндекс.Еды. Что ты мне сделаешь? Ничего. Вот и все. Ходишь мне мозги, ебешь пятую минуту подряд, блядь, бегаешь за мной. Да все, кому ты нужен, я просто... Да, 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 кому ты нужен, кому ты нужен, попизди. Блядь, я может это не понимаю, или мне кто-то может объяснит в комментах поподробнее. То есть он сначала бегает за мной около пяти или десяти минут, достает меня всячески, пытается выйти на контакт. А потом, спустя какое-то время, с ним все-таки выходит на контакт, называя его идиотом заслуженно. Он удивляется и говорит, да кому ты нужен? Сука, где логика, чем он думает? Причем посмотрите, как он быстро переобулся. Сначала он мне говорит о том, что так классно встретить человека, которого ты смотришь. Ставлю сотку железно на то, что он пришел после роликов, где я попускаю школоту, администраторов, школьников-администраторов, токсиков, токсичных школьников-администраторов, ну и так далее. И эти ролики ему понравились. И у него даже мысли не появляются о том, что он начинает вести себя абсолютно так же, как эти самые герои с прошлых выпусков. Причем абсолютно по всем фронтам он напоминает мне такого чела, который приходит мне в комменты написать хуйни о том, что я самоутверждаюсь за счет детей. А ничего, что я почти в каждом таком ролике постоянно об этом говорю в начале, мол, я сегодня буду самоутверждаться за счет школьников в Грисмоде. И это видео, ребята, не исключение. Нархоманы. А почему тебе вопрос? Виталис. Ты только и можешь обсырать школьников, чтобы ты понимал. Ну да. Такие грязные видео. Так ты же меня смотришь из-за этого. Ты же меня, Слёма, ты что-то говорим. Я не гадил одно видео, пацан. Попрел чистое в Дискорде из-за того, что и все. Да, 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 всего лишь одно видео, пацан. Пойдем, пойдем, пойдем. О чем мне с тобой говорить? О чем мне с тобой говорить? Ну я тебе объяснил. На какой ты мне нужен, ты мне что-то еще объяснять, будешь, кто ты? Кто мне что-то... Ты другая школьников, мальчик, все, мальчик. Подойди к какой-то нормальным мотивоподорам. Как тебе. Я хотел тебе предложить вступить в мою банку. Так такие тут не играют. Понимаешь? Ну вот, поэтому не надо на школьников тут. А что, они вырастут, мне все каждой пизды приедут, дадут? Ну могут и так. Ну давай попробуй. Якарная 9, Санкт-Петербург, приезжай. Кушать хотите? Блядь, чел, ты за мной бегаешь? Ты меня просто так толкаешь? Минут 10 подряд. Слин, называешь имя мое, блядь, которого ты в принципе не знаешь. И удивляешься, что тебя придурком называют. Как, адекватный, нет? Сам ты придурок. Ну это единственное, что ты можешь сказать, так что заткни баллы. Только школьников можешь трогать. Ну ты новая что-нибудь скажу, у тебя пластинка что-ли заела, я не могу понять. Да, заел пластинка. Да, ну и пластинка, блядь. Пофиг, успокойтесь. Не, я да, успокоимся, нормально. Это просто сценка от любви до ненависти, одно оскорбление называется. Просто теперь у меня впечатление... У тебя впечатление такое, какое в принципе и должно быть у дурочка. Ты хуйней страдаешь, хуйней ответ получаешь. Чел вообще придурок до него. Ну да, да. Почему нет? Ты, блядь, мешаешь мне бегаешь. Ты мешаешь мне бегаешь. Что, ты не придурок после этого? Глядим полчаса. У тебя 3-1. Если есть какая-то претензия, то... Да, 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 по пизде. Сука, он ходит просто за мной, блядь. Меня толкал сначала по КД, потом начал называть мое имя. А потом удивляется, почему я его идиотом называю. Он, ну как, неадекватный, нет? Что такое, курьер, что такое? Спасибо тебе за то, как. Вот сижу, кушаю. Приятного аппетита, приятного. Спасибо. То есть он сначала бегает и говорит, что ему нравится мой контент. После того, как он поступает так же, как челы из роликов, которых я наказываю. Я его заслуженно из-за этого дураком и придурком называю. Он обижается и говорит, что все, поменялось я тебе впечатление. Короче, блядь, вы меня любите, но часть такая есть некоторая из вас. Ровно до тех пор, пока вы не оказываетесь на месте тех, кого я попускаю в видосах. Алексус. Истину глаголит. Просто истин. Блин, а где вообще движ какой-то еще происходит? Ну, кроме как... В банке. В банке это понятно. Там в основном полиция. И... Ух ты ж, блядь, ничего себе. Что за нахуй горит? Ха-ха-ха-пу! Ты чё прячешься? Я прячусь, я прячусь. У меня такое прям подвешенное настроение. Веселенький достаточно, но по всякой хуне я ржать тоже не собираюсь. Но есть такие забавные моменты, почему бы не похихикать немного. У меня есть одна большая просьба, пожалуйста, ребят. А сама? Полиция. Уйдите отсюда все сейчас. Полиция, полиция. У меня есть одна важная просьба. Митая, митая, здравствуй. Что это, блядь, было? Что ты делаешь? Вы убили ФСБ! Уйди отсюда, давай. Вы ФСБ-су убили. Ладно, уйду, уйду, блядь. Сказано было уйти сейчас всем. И это чё, повод расстреливать своих же подчиненных? Да, для меня логи отказали. Тебе лицензия? Да, мне сейчас. Да, у меня есть лицензия, что ты делаешь? Почему ты расстреливаешь? Кому не надо к президенту, те уходите. Ну, фрекил. Получается, два фрекила было. Чтобы мэр ещё расстреливал кого-то. Ну, сейчас я логи гляну. Ну, сейчас будет прикол, смотрите. Пожалуйста, вот, пожалуйста. Сейчас будет смена власти. Тридцать. Куда Путин, тропа? Сейчас, короче, будем действовать. Да, сейчас будем действовать, конечно. Там пока что мэр на сборках. Да, мэр это в принципе уже всё, нету. Смена власти произошла. Мне-то выйти надо. Вообще, знаю. На этом, конечно, могло бы быть и всё, но нет. У меня была ещё одна ситуация, где я сидел как раз-таки на квартире с оружием, будучи гражданским. Хочу показать эту ситуацию вам. Ну, во-первых, потому что вы смотрите уже не первый выпуск админбудней, не первый попуск администрации, нарушителей и всех вообще вокруг. Вы по-любому знаете нюансы какого-то сервера, правила лучше, чем я, потому что вы чаще можете на нём играть, чем я. Потому что я банально захожу чисто видео записать. Поэтому в каких-то моментах на роликах я могу реально нарушить правила, потому что у меня в башке все правила сервераков перемешаны. В общем, смотрите, как я оборонял квартиру от гопника. Пока всё тут тихо и спокойно. Я у себя дома нахожусь. Блядь. Пиздец, дед пришёл. Блядь, все со стволами, пиздец. Шо за подъезд такой, мужики? Я, блядь, ебану, если чё. Я шутить и долго думать не буду. Убери ствол. Убери. Убери ствол, существо, ствол убери, говорю. Алло, кого ты выцеливаешь, я тебя спрашиваю. Чё ты там делаешь с пистолетом? Ты меня чё, не слышишь, что ли? Говорю, ствол убери, что ты творишь. Он реально не поймёт, что я тут. Убери ствол, говорю, иначе я ментов вызову. Алло, что ты делаешь? Он дверь проверяет, что ли? Сука. Опа. Ещё раз дверь дёрнешь, я тебе пулю всажу в ногу. Я буду свою хату защищать от тебя любой ценой. Ты понял меня, нет? Ты с оружием лазишь по подъезду несколько раз подряд уже. Как мне ещё, блядь, это воспринимать? Ты глухой? Нет? С кем я говорю? Блядь, я тебя захуярю. Иди отсюда, говорю. Уйди. Раз. Уйди. Два. Уйди. Три. На счёт пять я буду стрелять. Куда вижу. Могу в тебя попасть? Уходи отсюда четыре. Хотя бы в свою квартиру зайди. Уходи отсюда пять. Сука. Спалил. Ну и чё, я пофанатик. Тоже, блядь, знал то, что я буду вот так вот пиздиться в подъезде с челом. Ага. Дверь шиётся. Получил пизды ненормальные? Ещё раз говорю, уходи отсюда. Шизик, блядь. Ахат это, сука, ну такие себе по прочности. Сука, я тебя убью нахуй. Иди отсюда. Шизик, иди нахуй отсюда, я тебя прострелю, блядь. Две тысячи нашёл, кстати. Вот это пиздец, конечно. Пиздует от криминал. Сажать его за просмотр за стену я не буду мешать. Тем же самым пользовался. А, так у меня и лицензия была, так же я могу носить оружие вот так вот на коленке спокойно. Плачки, рзащи, настольчак, черкаши. Наши гелячки белее, чем колчак, черкаши. Пускай нарасты, нестякали. Тустрещат витравши, портупеи, превращая скрипача в палачи.